Предоставляю слово господину Руслану Мятееву из Туркменистана. Благодарю вас. Меня зовут Руслан Мятеев. Я журналист из Туркменистана. Я также правозащитник. Туркменистан является одной из наиболее закрытых и репрессивных режимов в мире. В Туркменистане нет ни гражданских, ни политических, правда, президентских выборов. В марте 2022 года в отсутствии реальной конкуренции свободных СМИ и независимой избирательной администрации привели к династической передаче власти от отца к сыну. Сегодня две из четырех ветвей власти, законодательная и исполнительная ветви власти, находятся в руках всего лишь одной семьи. И эта семья назначает судей и руководителей средств массовых информаций, полностью контролируя оставшиеся две, оставшиеся ветви власти. Но не говоря уже о гражданских и политических правах, в Туркменистане соблюдается даже элементарная права человека. Недалеко от 17 ноября известной туркменской журналистке и гражданскому активисту Салтана Чиловой было произвольно запрещено вылететь из Туркменистана и Швейцарию, где она должна была получить престижную премию имени Мартина Эннелса. Она была избрана финалисткой. Получила эту награду в 2021 году в будке паспортного контроля в аэропорту Ашхабата сотрудники Государственной миграционной службы намеренно повредили паспорт и паспорт ее дочери. Затем женщинам сказали о том, что их паспорта недействительна, и им не разрешили войти на борт самолета. Из ее репортажа государство неократно подвергало Салтана Чилову запугивание и преследование, включая слежку, ограничение доступа в интернет, включая в том числе психологическое давление и физические нападения при полной безнаказанности нападающих. Но ей все еще повезло, ведь многие другие туркменские активисты попадают в тюрьму за свою работу. Господин Нургельди Халыков, мой коллега, является ярким примером. В 2020 году он получил 4-летний тюремный срок за то, что поделился фотографией делегации Всемирной организации здравоохранения, прибывшей в Туркменистан для изучения готовности страны к ковиду. Спецслужбы установили, что он является источником этой фотографии, и быстро составили против него уголовное дело. Несмотря на многочисленные международные призывы к его освобождению, он по-прежнему находится в тюрьме, и каждый раз, когда его имя появляется в прессе, он получает карцер. Кстати, напомню о том, что Туркменистан официально остается страной свободной от ковида. Несмотря на десятки доказанных смертных исходов из-за вируса, этот режим не признает даже права на здоровье. Даже критики режима за пределы страны не находятся в безопасности. В мае 1923 года в Турции был задержан известный туркменский активист Фархад Дурдеев. Вскоре после этого экскредировали в Туркменистан, где он, по некоторым данным, получил тюремный срок свыше 20 лет. В октябре 1923 года другой активист Сердар Дурдеев был депортирован из Турции в Туркменистан, несмотря на наличие действующего вида нажительства. Его судьба в Туркменистане еще неизвестна. Из-за отсутствия безопасности десятки туркменов бегут в Европу и США, потому что туркменские спецслужбы могут легко их найти в Средней Азии, Турции, России, Белоруссии. Когда Россия вторглась в Украину, вызвав крупнейшую войну на континенте современной Второй мировой войны, тысячи туркменских студентов, которые в то время учились в Украине, бежали в Европу вместе с украинскими беженцами. И знаете что? Они никогда не вернулись. Почему? Именно по этим же причинам, которые я только что представил. Дамы и господа, в 21 столетии, в 23 году в Туркменистане существует поддерживаемая государством система принудительного труда. Каждую осень десятки тысяч госслужащих, учителя школ, детских садов, врачи, работники телекоммуникационных корпораций, банков и коммунальных служб вынуждены собирать хлопок и платить собственные деньги для того, чтобы нанять замену сборщика. Отказ от этой работы приводит к выговорам, снижению зарплаты или даже увольнению. У туркменских фермеров нет никаких прав. Правительство указывает им, что выращивать, когда начинать, когда заканчивать, сколько производить и по какой цене продавать урожай государству. Если, более того, хлопок, произведенный на принудительных работах, этих целей из него попадает на рынки ЕС. Непосредственно из Туркменистана, среди крупнейших покупателей Италии, Испании, Португалии, Германии и Польши. Однако большая часть туркменского хлопка, произведенного с использованием принудительного труда, поступает в Европу через Турцию. Она превращается в одежду в Турции. На этикетке появляется надпись «Made in Turkey», то есть произведено в Турции. ЕС должен в срочном порядке принять директиву о належащей проверке корпоративной ответственности, чтобы компании были обязаны знать своих поставщиков вплоть до самых низких уровней. Это избавит рынки ЕС от товаров, произведенных с использованием принудительного труда, и будет также четким сигналом для таких правительств, как в Туркменистане, что права человека здесь – это не пустое слово. В завершение, дамы и господа, Туркменистан – это абсолютно коррумпированная страна. Коррупция режима не только сказывается на благостянии людей, вынуждая их иммигрировать, она также оказывает менее очевидное негативное воздействие, например, на изменение климата. Сегодня Туркменистан является одной из крупнейших в мире стран-производителей метана. Чтобы скрыть ущерб, причиняемый окружающей среде, режим приказал прекратить сжигание метана и теперь просто выбрасывает его в атмосферу. Вместо того, чтобы инвестировать в зеленую, энергетику или, по крайней мере, устранить утечки, режим платит миллиарды долларов, буквально миллиарды. На совершенно бесполезные постройки исключительно в интересах первой правящей семьи. В то же время режим разъезжает по Западу в поисках денег на то, что должно сделать правительство. То есть, например, на починку трубопроводов для того, чтобы установить утечку метана. Или просит Всемирный банк профинансировать систему здравоохранения. Но самое печальное – это то, что туркменские диктаторы – отец и сын – тепло приветствуются в Берлине, и Брюсселе, и Будапеште, и в Лондоне. От имени небольшого туркменского гражданского общества, от имени бесправного народа Туркменистана я призываю вас не танцевать с диктаторами, не узаканивайте их, не финансируйте, особенно сейчас во время войны. Особенно не финансируйте этих деятельностей, не позволяйте поставкам товаров с принудительным трудом из Туркменистана и не ретифицируйте соглашение о партнерстве и сотрудничестве до тех пор, пока не будет обеспечено стабильное соблюдение прав человека в Туркменистане. Свобода всем туркменским политзаключенным. Благодарю вас. Благодарю вас, Руслан. Благодарю вас за вашу шокирующую и реалистичную картину того, что происходит в вашей стране.